Дорогой Господь Иисус Христос, Ты Бог творящий чудеса. Нет никого Тебе подобного. Иисус Христос, нету имени другого под небом, которого надлежало бы нам спастись. Ты один спаситель, Ты один целитель, Ты один освободитель. Скажи нам сегодня слово, которое суть дух и жизнь. Пусть это слово проникнет в сердце и произведет плод в 30, 60 и во 100 крат. Пусть это слово исцеляет, освобождает, изменяет жизни, утешает, разбивает все твердыни. Господь драгоценный, благословляем Тебя во имя Иисуса. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. И мы сейчас прочитаем одно очень вдохновляющее место из Библии. Это написано филиппийцам, 4 глава, 4 стих. Сейчас его высветят на экране, он коротенький. Давайте мы вместе его прочитаем. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Это Божье слово, это Божья воля для нас, чтобы мы могли радоваться и при том всегда радоваться. Но возможно ли это? Получится ли у нас вот радоваться всегда, даже тогда, когда тяжелое обстоятельство жизни? Но раз Бог говорит, значит это возможно. Я назвала свою проповедь «Жизнь полной радости». «Жизнь полной радости». Для чего нам нужно радоваться? Опять-таки Божье слово говорит, потому что радость перед Господом есть подкрепление для вас. То есть другими словами, она нас подкрепляет. Радость перед Господом нас подкрепляет. Для меня вот это, знаете, как сравнение, как есть анестезия. Тебе делают операцию, тебе, к примеру, вырывают зуб, операция идет, но тебе не больно. Это не полный наркоз, когда ты отключаешься, ничего не видишь. Нет, это такая местная анестезия, местный наркоз. Все происходит, происходит сложная операция, но тебе не больно. Вот точно так же и радость от Господа. В твоей жизни могут проходить разные сложные операции жизненные, но тебе будет не больно, потому что радость от Господа тебя подкрепит. И я сегодня хочу, чтобы мы могли посмотреть на Божье слово, увидеть три секрета радости, где взять вот такую радость, которая меня подкрепит в трудных обстоятельствах, которая будет идти со мной по жизни. И мы посмотрим на три таких совета из Библии. Первое, это называется так, переключайся на Господа, переключайся на Господа. И мы сейчас с вами прочитаем пророка Аввакума, 3 глава, 16 по 18 стих. Я услышал и вострепетала внутренность моя, при вести об этом задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною, а я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. Представьте, какая тяжелая была душевная ситуация у пророка Аввакума. У него дрожали губы. Ему казалось, что почва уходит из-под ног. Ему было очень страшно. И вот что он говорит в 17 стихе. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне, и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе, и веселиться о Боге спасения моего». Вот что говорит человек в таких обстоятельствах. А я тогда буду радоваться. Чему он будет радоваться? Он говорит, я буду радоваться о Господе. То есть, другими словами, это место Писания учит нас, что когда пришли какие-то страшные новости, когда на сердце тяжело, когда что-то происходит, надо переключиться на Господа, свое внимание с проблемы переключить на Господа, и тогда сердце наполнится радостью. Я вам приведу такие три жизненных примера, которые были в жизни у моих братьев и сестер. Первый – это в моей поместной церкви была одна сестра, она сейчас уже переехала в другую страну жить. Но когда ее сыну было 10 лет, выяснилось, что у него рак. У него была опухоль с куриное яйцо. Она была в брюшной полости, она прощупывалась. И при том ситуация была очень тяжелая, его поместили в онкоцентр, и он там находился много месяцев. И вот она жила там постоянно вместе с ним. И мы, как члены церкви, приходили, поддерживали ее. И каждый раз, когда я приходила туда, я всегда была, ну знаете, приятно удивлена вот ее состоянием. Это был человек полной веры. Вот я даже сейчас с вами говорю и вижу перед собой ее радостное лицо. Когда ты смотришь на нее, она тебе говорит, вы посмотрите, Бог исцелит моего сына. Бог великий. Бог не оставит меня. Он сказал мне в псалме, не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Вот вы видите, мой сын не умрет, он будет возвещать дела Господни. И вот каждый раз, когда мы приходили ее проведывать, она нам говорила это. И знаете, с каждым днем, казалось бы, сын худеет, он белеет, он вообще без кровиночки уже такой был. И каждый раз она была вот в таком состоянии. И знаете, когда уже пришло время операции, врач пришел, осмотрел перед операцией, назначили на следующий день операцию, и он пришел, а опухоли нет. И он говорит, куда она делась? Вчера она была, а сегодня нет. И знаете, Бог сделал такое чудо. Этот мальчик, он получил полное исцеление, и уже прошло много лет, уже прошло 20 лет почти, и он жив. И знаете, братья и сестры, я понимаю, что эта женщина, она смотрела не на проблему, она смотрела на Иисуса, иначе бы она никогда не смогла радоваться. Иначе бы она была унылая, она бы жила в страхе, но только потому, что она переключалась с проблемой. Да, она физическими глазами видела боль своего сына, но она переключалась на Иисуса Христа, на его слово, и она могла радоваться. Второй такой случай, когда только стала христианкой, только уверовала, это было больше 20 лет назад, и у нас был такой верный брат в церкви, и он попал в больницу. Этот уже был немолодой человек, и состояние тяжелое, и вот он лежал в областной больнице. И вот я поехала его проведывать. И знаете, я готовилась, что я буду так сочувствовать ему, что я буду так его поддерживать, что он такой там уныленький. Я так приготовилась, знаете, открываю дверь, в палату захожу, а вижу совсем не то, что ожидала. Он такой, знаете, лежит, встать не может, но он такой бодренький. И Таня, ты пришла меня проведать, вот послушай, что я тебе скажу. И он начинает мне говорить о том, какой Бог сильный, что он рядом с ним, что он его поддерживает. Таня, все будет хорошо, я верю в Господа. И он мне проповедовал, наверное, час. И знаете, когда я вышла из палаты, я поняла, не я его проведала, а он меня проведал. У меня было именно такое состояние, что не я проведала этого больного человека, а он проведал меня. Он укрепил мою веру, он вселил в меня надежду. И знаете, я такая окреленная, пошла домой. Этот человек смотрел не на свою боль, он смотрел на Иисуса Христа. И что самое интересное, насколько я знаю, он до сих пор еще живой. Уже прошло больше 20 лет, а он еще жив. Братья и сестры, для нашего Бога нет ничего невозможного. Нам нужно смотреть на Него. Нам нужно смотреть на Иисуса Христа. И третий пример. Для меня, честно скажу, это герой веры. Это женщина, которая еще до сих пор борется. Она еще, знаете, она не одержала, может быть, конечный результат, но она 100% одержала победу внутри себя. У меня есть по местной церкви женщина, у которой отрезали ногу, потому что у нее рак. И эта женщина уже тоже немолодая. И, знаете, начинать жить вот с такой ногой заново. И, казалось бы, да, есть все поводы унывать, бояться, переживать. Но если вы поговорите с этой женщиной, она всегда исполнена благодарности и радости. Вот только позвоните с ней и поговорите, она вам скажет, я так благодарна. Я так благодарна Господу за все. Я так благодарна церкви за то, что она молится. Я так благодарна за Божье присутствие. И одни слова благодарности. И, знаете, я смотрю, этот человек не сломался, и я верю, что он никогда не сломается, потому что у него такой настрой. Он одержал победу внутри себя. Он не смотрит на себя, он смотрит на Бога. Братья и сестры, все эти люди, они радовались потому, что на Бога смотрели. Им было очень тяжело, но они на Бога смотрели, и потому они радовались. Поэтому, дорогой друг, я тебе сейчас скажу, как пророк Аввакум, нам нужно научиться переключаться на Господа, чтобы не видели наши физические глаза, чтобы сейчас в жизни не происходило, переключаться на Господа. Он единственный источник нашей радости. И эта радость от Бога подкрепит нас. И операция пройдет успешно. Жизненная операция в твоей жизни пройдет успешно. Почему? Бог даст тебе радость. Это будет, как знаешь, для тебя анестезия. Она поддержит, она подкрепит, и ты дойдешь, и ты увидишь результат, но ты внутри себя одержишь победу. Давайте воздадим Богу славу за то, что Он с нами рядом. Наш Бог не опаздывает. Он не торопится, но Он никогда не опаздывает. Поэтому верь в Бога и смотри на Иисуса Христа. Второе, что очень важно, чтобы пребывать в радости, чтобы была жизнь полной радости, называется у меня так принцип. Фильтруй свои мысли. О, братья и сестры, это очень важно. Фильтруй свои мысли. Потому что наши мысли, они очень влияют на наши эмоции и на наше поведение. Очень влияют. И мы сейчас прочитаем Откровение 12 глава, 10-11 стих. Откровение 12, 10-11. «И услышал я громкий голос, говорящий с небес. Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его. Потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший над них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти». Здесь говорится о клеветнике. Кто этот клеветник? Это дьявол. Здесь говорится, что этот клеветник день и ночь клевещет на наших братьев. Что такое клевета? Буквально это порочащее кого-либо ложь. Так вот, дьявол, он клеветник, он отец лжи. И он и днем, и ночью клевещет нам. Он может негативные мысли сеять к нам о самих себе, о других людях и даже о Боге. И насколько важно нам это понимать. Знаете, у неверующих людей у них нет выбора. Они верят его лжи, они принимают ее за чистую монету, потому что они истины не знают. Но мы, христиане, мы верим Богу, мы знаем Его истину. У нас есть и выбор, и у нас есть сила слушать или не слушать этого клеветника. Я вам хочу сейчас привести такой наглядный пример. Вот скажите, вы смотрите на вот это вот. Братья и сестры, скажите, что это такое? Что это? Кто не знает, это фильтр. Какая его роль, этого фильтра, скажите? Если будет, к примеру, грязная вода, я налью в этот фильтр, и что произойдет? Ну что делает фильтр, скажите? Он не пропускает, и он очищает воду. Он задерживает грязь. И я могу пить чистую воду. Братья и сестры, дорогие, на нас здесь написано клеветник, то есть дьявол. День и ночь выливает всякую информацию. Он хочет внушить нам всякие мысли. Он хочет внушить мысли о тебе самом, негативные мысли, о других людях, о Боге. Он эту информацию льет. Но в нас должен быть фильтр. А фильтр – это Божье слово, это истина Божьего слова. И оно должно задерживать и всякую нечисть, чтобы она не проникала нам в сердце. Да, она будет обрушиваться на наш разум, но она пусть в сердце не проникнет. Пусть вот здесь вот будет фильтр, который не допустит злых мыслей, который не допустит никакого негатива. Братья и сестры, это тоже в нашей власти. Фильтр должен быть. Как много есть нас, христиан, в которых нету фильтра. Вот все, что приходит, какие-либо мысли, негативные мысли, все-все, оно проходит прямо в сердце, и человек начинает мучиться. И какая тут радость может быть, скажите? Конечно, будет уныние, конечно, может прийти даже депрессия. Я вам приведу пример. Несколько лет назад, вот пример, который наглядно иллюстрирует этот принцип. Несколько лет назад я проводила одно мероприятие как ведущая, очень такого важного для меня человека. И вот когда это мероприятие закончилось, я вам скажу сразу, мне очень не понравилось, как я это сделала. И я думаю, и то не так было, и то не так. И я очень сильно, знаете, казнила себя и мучилась. И думаю, так, какое-то такое состояние нехорошее, поеду я на дачу, успокоюсь на пару дней. Как раз были выходные дни, думаю, пару дней нервы успокоен. Но знаете, что произошло на даче, когда я туда приехала? Я была там одна, никого не было, ни с кем было общаться, я была предоставлена самой себе. Я скажу вам, я раз за разом прокручивала в голове вот все, что у меня не получилось. Я вновь и вновь прокручивала то, как мне казалось, что я сделала неправильно. И я скажу вам, что за эти два дня я такое с собой сделала, что когда я приехала, я была в намного худшем состоянии, чем я уехала на эту дачу. Вот я приехала типа полечиться, а в результате я приехала полностью больная. Мне уже ничего не хотелось сделать, мне уже казалось, что все, что не делаю, все плохо, и вообще я плохая и так дальше. И вот представьте, в таком страшном состоянии я встречаю человека, которому я проводил это мероприятие. Он мне говорит, Татьяна, я так вам благодарен. Какое чудесное было мероприятие. Я говорю, как чудесное? Он говорит, оно было чудесное от начала до конца. Я говорю, а вот это, а вот это. Оно было просто прекрасно. Я вам благодарю за все. И знаете, я слушаю этого человека, и я себе задаю вопрос, а зачем я себя мучила два дня? Зачем? Мне интересно, а чьи мысли я слушала эти два дня у себя в голове? Как вы думаете, чьи мысли, братья и сестры? Ну, сто процентов не божьи. Потому что божьи мысли, они не вернут тебя в отчаяние, в уныние и в депрессию. Это только не божьи мысли, которые мы не профильтровали, мы их не задержали. Мы их приняли, мы прокручиваем, мы в них варимся, и в результате мы не то, что радость теряем, в депрессию можно впасть. И знаете, для себя я тогда, это был урок мне на всю жизнь. Это был урок для меня на всю жизнь. Я поняла, чем все может закончиться. И теперь я понимаю. Остановись в начале. Вот как звучал урок. Остановись в начале. Не позволь себе, чтобы эти мысли тебя захватили. Остановись в начале. Не прокручивай их у себя в голове. Вот пришла мысль нехорошая о ком-то. Послушай, если ты ее в начале не остановишь, оно как снежный ком будет. И оно будет усугубляться, усугубляться, усугубляться. В результате можно врагом с человеком стать. Может быть, ситуация, ты думаешь, она вот такая, видите, а тот человек, которому я проводила, он думал вообще иначе. Как часто мы заблуждаемся. А знаете почему? Потому что клеветник братьев наших, лжец, он день и ночь старается, чтобы навязать нам ложь. Насколько важно нам знать истину, пребывать в истине и не позволять этому негативу проникнуть в сердце. Поэтому, дорогой друг, чем дольше ты в этом прибудешь, чем сильнее оно захватит тебя и тем тяжелее будет избавляться. Поэтому прими решение. Ты чувствуешь, что что-то случится в сердце? А такое бывает. Я теперь уже этот принцип знаю. Я чувствую, что пришла какая-то мысль. Вот ты ошибся. Ты ошибся. Элементарно. И чувствую, уже закрадывается мысль. О, ты не такой. Ты все, у тебя не так получается. И я уже теперь засаду знаю. Я дачу помню. И я говорю этому нет. Я дальше не буду развивать эти события. Нет, не буду. Я, знаете что, переключаюсь на Иисуса Христа и я говорю, Господь, я благодарю тебя. Я твой выбор. Ты меня выбрал. Ты меня любишь. Хочешь меня менять? Меняй. Но я знаю, что ты меня любишь такую, какая я есть. И я благодарю тебя. И, знаете, смотришь, отступает этот негатив. И даже если придется сделать это сто раз в день, я буду это делать ради того, чтобы жить в победе и в радости, а не в унынии и в страхе. Аминь, братья и сестры. Поэтому скажу тебе, друг, если мы научимся принимать Божьи мысли и отвергать мысли дьявола, лжеца, мы будем жить в мире и в радости. Аминь. А вот теперь можно воздать славу Господу. Слава Ему за все. Это очень действенно. Это очень действенно. Есть многие люди, которые у них в свой внутренний мир, виртуальный, они в нем живут. Они поглощены этим. И они там живут, знаете, а этого нет на самом деле. Это все виртуально. И человек мучается годами. Дорогой друг, посмотри на все это Божьими глазами. Отвергни мысли дьявола, прими мысли Бога и живи и радуйся. И третий принцип, как жить в радости, это делать добро. Элементарно, делать добро. Я хочу, чтобы мы могли прочесть Галатам 6 глава, 9 стих. Здесь написано. Делая добро, что, братья и сестры, дальше? Да не унываем. А почему? Ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Дорогой друг, делая добро, мы пожнем что? Добро. И при том, мы пожнем больше добра. Потому что сеешь ты семечко, а вырастает колосок. Это закон. Делая добро, ты пожнешь добро. Я вам приведу пример. На примерах все очень понятно. Несколько лет назад я шла, у меня такое было состояние, честно, такое настроение не очень. У меня редко такое посещает. Я человек не склонный к каким-то уныниям, но оно может постучаться в сердце, как к любому человеку может постучаться. А у меня выбор, принять его или отвергнуть его, как у любого человека. И вот я помню, встала утром, и такое, знаете, не очень, не очень настроение. И я помню, как я иду по улице, говорю, Боже, так тяжело на душе. Так хочется, чтобы кто-то сказал доброе слово. Боже, может, ты побудишь кого-то, пусть кто-то позвонит, скажет мне доброе слово, мне станет легче. И вот так вот общаюсь с Богом. И знаете, что мне Бог говорит в сердце? Я явно это слышу. Ты хочешь доброго слова? То позвони кому-то, скажи доброе слово, получишь доброе слово в ответ. И знаете, ты когда это слышишь, у тебя есть выбор. И я понимаю, что Бог мнение не поменяет. Вот Он сказал, и второго варианта не будет. И у меня есть, уже у меня есть выбор. Я пребуду опять в этом состоянии уныния? Или я все-таки переступлю через себя, поступлю, как Бог говорит, и что-то с этого хорошее получится? Я вам честно скажу, мне было тяжело, но я решила переступить через себя. Я позвонила трем человекам. А для троих, вот шесть человек тогда у меня было такое на примете, а троим я даже пошла, купила какие-то фрукты, почему? Они близко жили. А те трое, они просто были хуже, просто дальше жили. И вот я зашла в дом, и знаешь, и говорю, там было вообще, ну, какие-то там апельсинки. Я говорю, друг, я так тебя ценю, я так благодарю Бога за тебя. Ты мне так дорог, твое служение так дальше. А человек в ответ, поострейся вы знаете, а как вы для меня дороги. Если вы только знали, как я вас ценю. И знаете, братья и сестры, я за этот день получила столько добрых слов, полная реабилитация была. Полная реабилитация. Уныние просто как рукой сняло, у меня была только радость в сердце. А знаете, почему? Блажение давать, чем брать. Ты сказал человеку доброе слово, а в ответ получил море добрых слов. Это такой Божий принцип. Я и сейчас, когда звоню людей, поздравляю с днем рождения, я говорю, там поздравляю вас с днем рождения, жила то-то, то-то. И мне в ответ столько пожеланий, пусть Господь благословит семью вашу, пусть Господь благословит детей ваших, пусть Господь благословит, и давай благословлять меня. У меня такое впечатление, как будто у меня день рождения. А ты бы не позвонил, не услышал бы этого. Насколько важно такая простая мелочь. Ты сделал кому-то маленькое добро, в результате ты получил добро и на сердце радостно. И второй такой пример вам приведу. Это уже мой сын рассказывает, буквально там пару лет назад он ехал на своем автомобиле в сторону окружной, собирался уже выезжать. И когда-то пастор, помню, проповедовал о таких людях на дороге, он назвал их бык. Бык. Знаете, такие бывают на дорогах? Он едет, он такой лакьями всех распихивает, распихивает, только он на дороге, есть один и так дальше. И вот такой вот товарищ ехал впереди моего Славика, подрезал ему. Ну, мой сын почувствовал несправедливость и решил догнать, научить человека. У вас никогда такого не возникало желания? Повоспитывать кого-то. И вот мой сын устремился, значит, чтобы тоже его подрезать в ответ. И вот он уже едет, догоняет его, и вдруг он, внутри вот такая мысль, я не должен, я христианин, я должен поступить по-другому. И вот он догоняет этого человека и, знаете, открывает окно. А тот тоже открывает окно. Он ждет, что он сейчас грубостью ответит на грубость, тот уже готов. И тут мой сын говорит, «Простите, я был неправ. Проезжайте, пожалуйста». Знаете, у того человека полный шок. Полный шок, полностью, обезоружен полностью. Он смотрит на моего сына и он говорит, «Нет, это вы проезжайте, пожалуйста». И вы знаете, они разъехались, и мой славик говорит, «Я чувствовал такую радость в сердце, я просто не могу передать». Представьте, оба человека разъехались, радостные, обои улыбаются, радуются. Казалось бы, такая мелочь. Не надо делать что-то грандиозное, не надо вбегать кого-то из избы выносить горящей. Такое может никогда в жизни случай не предвидится, чтобы сделать добро. Но мы можем каждый день делать маленькое добро. Одно какое-то доброе слово кому-то. Ты пожнешь свой адрес, тоже доброе слово, и это слово утешит тебя, и оно даст радость в сердце. Поэтому, дорогой друг, еще один способ победить уныние наполнится радостью – делай добро. Делай маленькое добро для людей, ибо блажение давать, чем принимать. И ты пожнешь намного больше, чем посеял. Аминь. Слава нашему Господу Иисусу Христу. Слава Ему. За простые, но очень действенные принципы. И я хочу вам сказать, грубо проставление, можете проходить уже на сцену. Я хочу вам сказать, братья и сестры, такое заключение. В украинском переводе, 42-й псалом, здесь есть такие слова. Чему впадаешь в вичай душе моя? Там показывают это? Есть. Чему впадаешь в вичай душе моя? Чему тревожишься в мене? Покладай надею на Бога, адже я прославлятому Его и дали за Его спасение. Дорогой друг, за что я буду дали прославлять Господа? За что, скажите, я буду Его прославлять? За Его спасение. Даже не за Его благословение, не за ответы на нужды, не за то, что Он меня услышал и воздал мне, а за Его спасение я буду Его прославлять. И здесь псалмопевец говорит, душа, успокойся. Ты чего тревожишься во мне, душа? Чего ты унываешь? У тебя есть повод сейчас порадоваться, прослав Господа за Его спасение. Ты вспомни, дорогой друг, кем ты был, когда Господь тебя нашел? Был ли ты достоин Его спасения? Нет, ни один из нас не достоин. Он подарил нам это по своей великой милости. Ни один из нас не достоин этого спасения. Мы жили в грехах, но Иисус Христос возлюбил нас грешников. И Он захотел, чтобы мы были Его детьми. Он заплатил за нас Своей кровью на Голгофском кресте. Он умер за нас и воскрес и сейчас живой. Он сделал все для нашего спасения. И Он говорит, когда закончится твоя земная жизнь, ты будешь вечно жить с Господом на небесах. Благодари Бога за Его спасение. Даже если ты чего-то сейчас лишился, но ты не лишился Его спасения, благодари Бога за спасение. Даже если тебя люди предали, но Господь же тебя не предавал, благодари Его за спасение. Если тебе сейчас больно, тебе тяжело, благодари Его за Его спасение. Это же повод. И твое сердце, написано, наполнится радостью, душа перестанет тревожиться, и душа перестанет унывать. Дорогой друг, как домашнее задание возьмем на вооружение. Давайте будем делать добро. Маленькое добро. Маленькое добро. Кого-то увидеть, не пройти мимо, сказать, ты какой-то такой сегодня без настроения. Что случилось? И ты сказал человеку доброе слово, позвонил к нему, сказал ему доброе слово. Вот и все. Кому-то уступил, это тоже мелочь, но это доброе дело. И ты сам будешь наполняться радостью. Возьмем себе это на вооружение. Давайте мы будем просеивать свои мысли, фильтровать. У нас есть Божье Слово. Фильтруй свои мысли. И сейчас голова полна негатива. Фильтруй свои мысли. Не пускай их, потому что если пустишь, тяжело выгнать. Лучше не впустить в сердце. Выгони это из себя, а потом не впускай. Фильтры должен быть. Но есть то, что мы можем сделать прямо сейчас. Прямо сейчас на этом служении. Мы можем прославить Господа за Его спасение. И я верю, что радость от Господа наполнит нас. А эта радость подкрепит тебя и меня. И мы сможем идти дальше, сможем преодолевать трудности, жизненные операции. И они будут проходить успешно. И перед тем, как мы будем славить Бога, я еще одно скажу вам свидетельство. Когда-то мы были в лагере детском в Николаеве. Я хочу вам сказать так, братья и сестры. То, что сейчас мы имеем в Радомышле, это рай. Это просто рай. Потому что раньше мы ездили по разным лагерям, у нас не было Радомышля. И мы были в разные условия. И вот однажды мы попали, хотели на море деток вывезти, подростки, дети. Мы тогда все в куче жили. Молодежь, все было одним лагерем. И вот мы приезжаем туда, слушайте, никакой территории нету вообще. Такое впечатление, как слоны вытоптали, но ни одной травинки нету. Травиночки нету. Туалеты на улице, душ на улице. И такое страшное состояние во всем этом. Потом я захожу в комнату, слушаю какой-то топот. Тук-тук-тук-тук-тук. Думаю, что это такое? Смотрим, такие вот жуки, как огурцы вот такие вот. Где они взялись? Они лезут снизу, вот так вот вверх-вверх-вверх-вверх. Я думаю, как здесь можно жить, будет? И мы что-то тоже, мы все живем. Думаю, ночью эти жуки на тебя нападут, и все. Честно. И вот там был зал для служения, такая хатка деревянная. Такая душная, душная. И вот я помню, было одно служение, крещение Святым Духом и исполнение Святым Духом. И вот мы наполнились Духом Святым, мы молились. Братья и сестры, на нас сошла такая радость, я вам просто не могу передать, что это была за радость. Это была точно не земная радость. Мы как начали прыгать, мы как начали ликовать, мы как начали радоваться. И я вижу, все прыгают, а дом начинает шататься, вот так вот стены шатаются. И я понимаю, сейчас еще один прыжок, кто-то там сейчас гупнет последний раз, и дом завалится вместе с нами. Но остановиться не можем. Вот просто прыгаем и остановиться не можем. Будет, что будет уже. И я так себе задаю вопрос. Скажите, отчего мы так радовались? Нам кто-то что-то дал, подарил. Может быть, в тот день решились все наши нужды, и поэтому такая радость пришла. Братья и сестры, мы просто тогда не думали о наших нуждах. Мы просто не думали о наших нуждах. Мы славили Бога, мы радовались, мы славили Бога, взирали на Него, пели для Него. И сошла такая радость. Поверьте, хватило, анестезии хватило для всех. Ты потом заснуть не можешь. У тебя такой адреналин, что ты уже не знаешь, как себя угомонить, как себя успокоить. Скажите, что это? Это Дух Божий, когда сходит на нас, когда мы славим Иисуса Христа, когда мы взираем на Него, переключаемся на Него со своих проблем, страхов, боли. Он дает нам радость, которая есть подкрепление для нас. И мы можем всегда радоваться в нашем Господе. Давайте мы сейчас поднимемся, и мы практически это сделаем. Давайте мы сейчас споем эту песню, мы ее пели на служении сейчас. Спой ее, как ребенок. Порадуйся пред Богом. Откройся для Него. Не затворяй свое сердце. Выпусти эту радость. Выпусти. Пусть Господь сейчас сойдет на тебя. И я верю, радость от Господа подкрепит тебя. Давайте мы сейчас, как церковь, вместе прославим Господа. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И не депрессивно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok С радостью, Господь! С радостью, Господь! Благослови нас! Дай нам делать добро! Дай нам, Господь, всегда взирать на Тебя! Всегда! И я знаю, Господь, что сейчас просто открываются темницы Господь, и душа, которая была в унынии она выпускается на свободу она выпускается на свободу чтобы парить приходит вера, приходит надежда приходит упование на Тебя и мы принимаем этот мир Божественный мир принимаем Божественную радость успокаиваемся в Тебе, Господь! Любим Тебя! Спасибо Тебе, Господь, за это служение! Во имя Иисуса! Аминь! Давайте такой аккорд радости для нашего Господа! Слава Ему за всех! Слава Тебе, Господь! Вся слава Тебе, Господь! Вся слава Тебе! Великий Бог! Вся слава Тебе! Величие Тебе, Иисус Христо! Вся слава Тебе! Вся слава Тебе, Господь! Спаситель наш добрый, милосердный! Хвала Тебе! Я сейчас обращаюсь к тем людям! Возможно, вы пришли сегодня в первый раз, вас кто-то пригласил! А может быть, вы уже не раз были на служении, вы приглядываетесь, решаете! А может быть, вы были с Господом, но отступили! Знаете, сегодня на первом потоке я увидела человека, который был на нашей поместной церкви еще в самом начале! И он отступил от Бога! Он сегодня возвратился спустя 13 лет! Какая это радость для Господа, когда возвращаются Его дети! Он ждет нас! Не для того, чтобы осудить, наказать! Он ждет нас, чтобы благословить! Он любит нас! Иисус Христос на Голговский крест пошел не для того, чтобы наказать! Он сказал, я пришел не судить этот мир, но спасти его! Вот Иисус Христос пришел, чтобы не судить тебя, а спасти тебя! Он сегодня хочет спасти тебя, помиловать, изменить твою жизнь! Знаешь, дорогой друг, когда я была неверующая, я по гороскопу, я тогда увлекалась гороскопами, я была человек, склонный к депрессиям, к алкоголизму и даже к самоубийству! Вы вообще представляете, что мне такое пророчили? Но я знаю, что если бы я не покаясь, не обратилась к Богу, то, возможно, это была бы моя судьба! Но я обратилась к Господу Иисусу Христу, Он дал мне новую судьбу! И это меня теперь не касается! У меня теперь другое в голове! Я принимаю сегодня Божье Слово, что Бог думает обо мне, а не то, что дьявол хочет мне навязать! И поэтому, дорогой друг, знай, что у Бога и для тебя новая судьба! И Иисус Христос, и с начала этой новой судьбы! Нужно к Нему прийти! Мы сегодня говорили о радости! Она не берется сама по себе! Радость в Господе! Он дает эту радость! И ты сможешь преодолеть уныние! Я прошу тебя, где бы ты ни находился, если ты хочешь покаяться к Богу, обратиться или вернуться, подними свою руку, я хочу тебя видеть! Я прошу, прямо сейчас проходите сюда! Проходите, не стесняйтесь! Оставьте место, нечего стесняться! Если вы на балконе, спускайтесь вниз! Это судьбоносный день для вас! Идите сюда вперед, мы будем за вас молиться! Проходите вперед, мы будем за вас молиться! Друг, остав свое место, выходи вперед! Мы, как церковь, вас будем благословлять! Для тебя это, запомни, судьбоносный день! Все изменится сегодня, если ты посвятишь свою жизнь искренне Богу! С Иисусом начнется новая судьба, новый путь, новая жизнь! Новая жизнь для тебя! Сделайте шажок! Если бы вы знали, как это реально сегодня! Насколько это реально! Без Бога это нереально! В тебе нет радости самой по себе! Она бывает мгновением! Иисус Христос есть источник спасения, исцеления! Иисус Христос – источник этой новой жизни! Слава Ему за все слава! Поэтому, друг, не сомневайся! Ты идешь к Богу! Ты к Богу идешь! Не сомневайся! Слава Богу! Ну просто слава Богу! Послушайте! Если я человек, смотрю на вас и я радуюсь! Я же вас не знаю даже, а я радуюсь! Да насколько больше радуется Бог, потому что Он вас знает! Он вас родил! Для Него это радость большая! Что сегодня вы к Нему обращаетесь! Слава Ему! Давайте мы сейчас помолимся! Я прошу очень искренне! Повторите за мной эту молитву покаяния! Пусть это будет ваша молитва! Я только помогу вам! Закройте глаза, чтобы не смущаться! Скажите вместе со мной! Господь Отец! Я грешник! Прости меня! Иисус Христос! Войди в мое сердце! Как Господь и Спаситель! Живи во мне! Я принимаю тебя! Как моего Господа! И благодарю тебя! Что ты спас меня! Во имя Иисуса! Аминь! Церковь! Прострем руки благословимых! Дорогой Господь! Мы сегодня благословляем этих людей! Это дети Божьи! Это теперь твои дети! Боже! Сохрани их в своей крепкой руке! Боже! Пусть разрушится власть греха в их жизни! Во имя Иисуса Христа! Дьявол! Убирайся вон! Клеветник и лжец! Мы связываем Тебя и повериваем. Убирайся вон из жизни этих людей! Всякая депрессия, убирайся вон, во имя Иисуса Христа! Всякий грех, всякая зависимость, мы Тебя связываем и повериваем вон уйди во имя Иисуса! Они теперь не рабы, дьяволы! Они теперь рабы Божьи! Они Божьи дети! Они теперь свободные! Мы благосставляем их родных и близких! Благосставляем круг их жизни! Мы сегодня как церковь провозглашаем над ними благословение Твое! Во имя Иисуса Христа. Аминь. Церковь, поздравим их. Не уходите. Не уходите, пожалуйста. Сейчас к вам подойдут служители, чтобы познакомиться, вручить вам подарки. Может быть, вам нужна личная молитва. Подождите, пока к вам подойдут. Мы любим вас, благословляем вас. С миром Божьим.